Субтитры сделал DimaTorzok Мы отследили корабль пришельцев, он приземлился рядом с маленьким городком в сельской местности. Надо занять этот район и уничтожить врагов. Вообще без проблем. Ну, по крайней мере, я так считаю. Там, говорят, какие-то псевоники еще впереди будут, поэтому... Рейнджер в канале. Мы рядом с кораблем противника. Штурм-1 готов к выходу. Ждем приказа. Понял вас, Рейнджер. Корабль сел сам. Падения не было, так что ждите сопротивления. Да, окей. Как скажете, как скажете, любезный. Выдвигайся. Этот пришелец похож на других летающих тварей. Но броня и оружие у него явно помощнее. Ух ты ж, посмотри, какой. Похоже, это улучшенный образец. Надо в плен взять. 38. 58. Ну-ка. Как тебе? Норм. 64, 44. Давай-ка. Сними засранца. Плазма, ну-ка. Пойдет. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, кто у нас здесь? Увидишь, нет их? Уже бегу. Вперед. Че, не увидела? Слепышок. Проходим. Отлично. Вот так, чисто напугать. Не слабо напугал. Пойдет. Так. Стрельба на бегу. Стрельба на бегу. Погнали. Погнали. Полное укрытие. Полное укрытие. Это хорошо. Интересная штуковина. Полное укрытие. Это хорошо. Так, может быть, этого добьем? Шансы одинаковые. Поэтому. Пойдет. Вообще великолепно. Просто великолепно. У тебя тут истерика должна случиться, дружище. Они трогнули. Беред. Вот, я про это же. Валим нахер отсюда. Ты че? Моя позиция под огнем. Ты че, блин? Я ведь могу и подойти. Уже вышел. Я ведь могу и подойти. Охренеть. Это как так? Че, не зацепляет, что ли? Малин. Ладно. На тебе, хорошая моя гранатка. Как-то надо, чтобы там. Блин, я даже не знаю. Ну на. Класс. Мне бы его хотелось как-нибудь в плен взять. Поехали. Ну. 34. Плохо. Очень плохо. Слушаюсь. Ну-ка. Только не убей полностью. Пожалуйста, оставь ему... Да ну. Терминаторы, блин, доморощенные. Слушаюсь. Так, снайпер. Машина без взлету готова. Машина к взлету готова. А как-то не очень он летает. Как-то ты, друг, не очень летаешь. Выключай двигатели. Давай пока что тебя опустим на землю. И ты у нас проходишь. Ты у нас проходишь. Потом встанешь где-нибудь повыше. Где-нибудь вот здесь. И будешь всех валить. Просто. Лайкай, босс. Так, есть. Мэк. Вперед. Покажу на точку. На разведку. Так, чё. Пока стой. Ты пока стой. Иду. Он наш. Один состав есть. Подбегаюсь. Вижу цель. Вот они, засранцы. Вот они, засранцы. Будем ждать. Что остается делать-то? Будем ждать, что называется. Так, проходим. Направляюсь на точку. Ты у нас куда-нибудь поближе бы переехал. Поехали. Давай вот сюда. Все готово. О, еще красавцы. Вот эту тарелку надо сбивать-то. Ну, нафиг. Это плохо. Да, ну. Молодец. Че могу сказать? Молодец. Да, фигеть. Они... Я в порядке. Нифига себе, прикладывают снайперу-то. Так, там, там у нас, значит, штука эта. Это вообще не круто. Это вообще не круто. Я спешу. Подходим. Огонь. Заликвидировано. Прекрасно. Выхожу на точку. Мэка на передовую. Так, 77. Ну, если что, убьешь его. Если что, убьешь. Огонь. Прищучило. Прекрасно. Скоро буду. Снайпер. Спешу. Подойди, тебя полечат. Ну, и ты, друг. Как-то, может быть, туда гранатку закинешь. Получится, нет? Чтобы вот эти два, там, уснули. Как-то вот так, может быть. Я не вижу. Зацепляет их или не зацепляет? Ну, мне кажется, зацепит. Давай. Прекрасно. Боеготовность. Че? Он офигел. Он офигел, наверное, откуда граната прилетела. Вот он. Привет. Не может быть. Хм. Противник пытается отступить. Не-не-не. Он, наверное, прибалдел, сколько здесь народу сидит, его ждет. Так. Ты у нас сейчас этого будешь лечить, а потом вот этого. Давай-ка. Есть. Влипло. 69. Как-то не круто. Выдвигаюсь. Наряд. О. Да нифига себе. Я думал, живым вот таких можно брать, этих роботов. Не вкатило. Ладно. Скоро оклемаешься. Да, спасибо. Внимание. Вижу противника. Вон он. Поймай, засранца. Задание выполнено. Отлично. Отлично. Да, в принципе, все круто. В принципе, все круто. Да, наши отлично поработали. Хорошо, что все вернулись в целости и сохранности. Великолепно. Просто великолепно. Вскрытие тяжелого летуна. Надо будет как-нибудь захватить его. Как-нибудь надо будет его захватить. Итак, 65 баксов. 65 баксов. И у нас спутниковый комплекс будет скоро готов. Спутниковый комплекс введен в строй. Отлично. И вот здесь я пока что еще не знаю, что построить. Термогенератор. Вырыть котлован, вырыть котлован. 140 баксов у нас есть. Так. Литейный цех. Оперативный штаб. Оперативный штаб. Подождите. Казарма. Школа офицеров. Размер отряда. Вот. Давайте-ка увеличим. Отлично. Пусть ходят на задание все-таки. Пусть ходят на задание в шестером. А то что, место пропадает. Опыт пропадает. Улучшенные сервомоторы. Ну, классно. Отлично. Улучшенные сервомоторы. Проект завершен. Удалось сэкономить 90 баксов. 9 сплавов. 9 иллерия. Классно. В литейном цехе. Что у нас здесь? Улучшенный медпакет. Улучшенный полет. Захват дрона. Вражеских дронов. А, ну это маленьких вот этих. Ну, как-то не очень круто. Пистолеты улучшенные. Ну, вот ими особо не стреляют. Деньги. 75, 150. 75, 150. Ну, как-то пока я не знаю. Лазер. Вот улучшенный медпакет. Вот улучшенный медпакет. Вот мне кажется, вот это будет классно. Гранаты пришельцев. Гранаты пришельцев. Улучшенный дугомет мы сделали. Это да. Ну, мы уже проверили, кстати, дугомет в прошлой серии, когда с экзальтом воевали. Мы там прям целого, целого экзальтовца глушили. Прямо это было круто. И 155 баксов. 155 баксов. Исследования не ведутся. Так, вот. Вот что у нас здесь есть. Вскрытие тяжелого лютуна. Один день и тяжелый плазмер. Ну, давайте вскроем его. Это новый подвид уже знакомых нам созданий. Этих существ мы назвали тяжелыми лютинами. Как видите, пришельцы внесли заметные улучшения в броню и оружие лютуна. Так что уязвимых мест у него стало гораздо меньше. Это чрезвычайно опасные бойцы. Ну, мы им, да, показали, насколько они опасные. Так. Отлично. Данный образец и еще одна разновидность известных нам лютунов. Мы назвали новый вид тяжелыми лютинами. Как можно заметить, броня и вооружение этой особи гораздо лучше, чем у остальных лютунов. Большая часть живой ткани, самой уязвимой части лютуна, покрыта броней или удалена. Подобные модификации свидетельствуют о том, что инопланетяне больше полагаются на механические и кибернетические модули, чем на органические системы. Тем не менее, в телах тяжелых лютунов обнаружены дублирующие системы органов явно искусственного происхождения, благодаря чему эти существа очень живучи. Полагаем, мы сумеем создать подобную генетическую технологию и для наших солдат, что позволит им выживать в таких ситуациях, когда это, казалось бы, невозможно. Данные о способностях отдельных особей этого вида можно получить в бою. Да, классно. Новый проект в литейном цехе. Быстрый ремонт. Мы изучаем, как восстанавливается материал пришельцев. Результаты исследований позволят ремонтировать самолеты и ТМБМП гораздо быстрее. Это классно. Тяжелый плазмер и пушка с Иксплавов. Я понимаю, что вот это что-то крутое, но тяжелый плазмер мне тоже нужен. Поэтому погнали. Отлично. Мы хотели бы создать испытательный полигон, который сводил бы риск экспериментов к минимуму и не ограничил бы полет фантазии наших специалистов. Мы нашли подходящее место и перешли к созданию первых опытных образцов. Мы долго изучали тяжелый плазмер пришельцев, но все же у нас оставался ряд вопросов. Было очень сложно увеличить мощность выстрелов, сохранив при этом энергопотребление. Ну, низкое энергопотребление. Логичным решением казалось использовать увеличенную батарею питания. Это решение подходит пришельцам. У них есть чудовищно сильные бойцы. А вот люди с супертяжелым оружием не справятся. Мы изменили систему энергоконтроля, сократив расход энергии при стрельбе и добились приемлемого соотношения между весом и мощностью. Но имейте в виду, при длительной стрельбе это оружие может перегреваться. Мы провели успешные испытания прототипа и доработали винтовку пришельцев. Теперь можно использовать трофейное оружие этого типа и создавать свое собственное. Поскольку у бойцов МЭК физических ограничений гораздо меньше, чем у обычных солдат, мы сможем снабдить их полноразмерной корпускулярно-лучевой пушкой. Круто! Теперь мы можем производить тяжелое плазменное оружие. Новый предмет, тяжелый плазмер. Новый предмет, пучковая пушка. Новый проект в литейном цехе, плазма. Ну это просто крутяк, просто крутяк. Плазма, ТБМП. Пучковая пушка. На МЭК размещать такую систему вполне можно. Так, все, исследований больше не можем. Инженерное дело, оружие и техника. И пучковая пушка какая-то у нас появилась. Появилась. Пучковая пушка. 231 доллар. Хо-хо-хо. Тяжелый плазмер. 177. Ну вот эту я хочу. 177. И эту я хочу. Ну вот эту больше. Вот эту больше я хочу. 155. Так, 155. Ну, литейный цех. Давайте еще посмотрим, что у нас здесь есть. Гранаты, улучшенный медпакет, быстрый ремонт, лазер, плазма. ТБМП. Ремонт ТБМП. Наши солдаты смогут ремонтировать ТБМП. Ну, я как-то вот с этими... Не очень как-то дружу. Стел спутники. Что такое? Сделает наши спутники почти незаметными для врага. Не знаю, что за фигня такая. Но, тем не менее. Так. Оперативный штаб. Серый рынок. Посмотрим, что мы можем. Мы же захватили там что-то. Что-то повреждено. 20 баксов. Блок питания. А что, ничего хорошего? Продать-то больше не можем. Ядерная установка. Хочу какой-нибудь большой корабль у них захватить. Труп мутона, труп дохляка. Труп сектоида. Обломки дрона. Ну, короче, какая-то фигня здесь все идет. Тяжелый лазер. Легкий автомат. Экзальт. Ну, в общем, все, ребята. Ага. Нет, подождите. Вот это я все-таки продам. Где она была? Вот она. Что там творится? Объясните им. Даже если они собрались испытывать прототип, нельзя же рушить стены. Ну, тем не менее. У нас 177 баксов нарисовалось. 177 баксов нарисовалось. Тяжелый плазмер. Спасибо. Все. Запрос от государства Южная Америка. Давайте глянем. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Запуск спутника. Так. Есть спутник Аргентина. 70-80 месяц. А что у нас? Пять спутников есть. А куда нам столько? Ну, давайте запустим в Австралии. Награда 8 инженеров в месяц. Прекрасно. Просто прекрасно. Бонус битва будущего. Спутник запущен. А теперь все вместе достижения. Прекрасно. Что-то не прочитал. Что мне дали? Так, здесь все есть. Отлично. Здесь Бразилия. Покрыта на одну вторую. Награда 1 ученый в месяц. Спутник запущен. В Бразилию, в Аргентину надо будет одного перевезти, нашего летуна. Запустить. После запуска на 2 вторых полностью будет покрыта. Награда 2 ученых, 2 инженера в месяц. Спутник запущен. Вскрытие допроса выполняется мгновенно. Южная Америка дает дополнительный бонус. Прекрасно. Южная Америка осталась без защиты перехватчиков. Окей. Еще 2 спутника у нас есть. Куда их выводить я не знаю. Потому что у нас все, абсолютно все здесь. Ну, в запас оставим. Если видите, что стелс технологии всякие. Может быть собьют наши спутники. И как-то это. Ну, в общем, будет у нас 2 в запасе. Так, что я хотел? Секретные операции. Секретные операции. ЮАР. Япония. Так. База Экзальт находится не в одной из 5 самых густонаселенных стран мира. Япония это густонаселенная. Так-то если что. База Экзальт находится не в Аргентине. База Экзальт находится не в Австралии, не в Нигерии, не в Европе. Значит, в Египте. Где база находится. Ага. И эти можно штурмовать. Я-то думал, что они это. Все. То есть у нас тогда на выбор остаются 3. Остаются 3. Давайте данные получим. Положительная идентификация. Найдено местонахождение группы Экзальт. Секретная операция. Ну, мы здесь проводили уже в Аргентине-то. В Аргентине мы уже проводили. То есть получается у нас в Мексике тогда остается база Экзальт. Ну, давайте тогда в Аргентине ячейку уничтожим. Опыта хапнем. Так, оснащение. Подожди. Подожди. Список бойцов. Кто-то у нас там... Кто-то у нас был. Полковник. Тяжелая пехота. Принцессу. Нет, я не хочу отправлять принцессу. А как мне скинуть оружие-то? Оснащение. Подождите. Казарма. Бойцы. Штурмовик. Черт побери. Кого мы отправляли-то на задание? Он получал у нас класс. Какой класс получал? Оснащение. Штурмовик. Оснащение. Блин, а где он? Штурмовика, по-моему, он получил у нас. Оснащение. Еще пистолет. Где он заныкал пистолет? Что ж ты будешь делать-то? Да. Да и хрень с ним, он все равно это. От совета пришел запрос с высоким уровнем приоритета. Давайте посмотрим, что хотели. Новости из Китая. Прицельцы напали на политика, который в начале вторжения уступал в поддержку инопланетян. Спасите этого человека и передайте Сенату. Нам надо с ним поговорить. Подробность операции уже в вашем центре управления. Начать операцию. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Перераспределить. Все, ребята, сюда пойдем уже на следующей миссии тогда. Так. Лейтенант, лейтенант, майор, лейтенант, лейтенант, полковник, принцесса. Конечно, молодец. Но убрать поддержку, изменить способности. Пока еще плоховато она лечит. Но посмотрим, что может. Так, у нас кто на задании? Снайпер, тяжелая пехота, поддержка, штурмовик. Класс. Всякой твари по паре. Еще бы... Еще бы кого-нибудь бы взять. Из новичков, да? Ну, давайте возьмем еще штурмовика. Изменить. Оснащение. Бронежилет. Броня. Броня у нас будет... Броня Архангела. Веерный. Вот он, плазмопистолет. Цель. Дугомет. Прекрасно. Все, все упакованы, все укомплектованы. Пойдем уже в следующем задании. Будем с этими говнюками воевать. Все, ребята, на этом с вами буду прощаться. С вами был Серега. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх. Всем счастливо. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok